29 августа 1941 года маленькой Вале исполнилось три года. Через девять дней началась блокада Ленинграда. Как люди выживали в осажденном городе, Валентина Николаевна рассказывает со слов матери. Родители, говорит, были немногословны, не хотели вспоминать об ужасах тех лет. До января 1942 года, 1943 года до января паёк был побольше, а потом снизилось. Хлеб уменьшился до 125 грамм. И всё уменьшилось. Сахар давали 2-3 кусочка на человека. В блокаду Валентина Николаевна потеряла сестру, той было всего 4 года, и бабушку. Забрать внуков на лето в Брянск. Отсюда родом вся семья. Она приехала в начале лета. И тут объявили войну. Она не получала карточек, она не получала паёк. Потому что она приехала, она же не была там прописана. Поэтому она ничего не получала, получали мы только. Мама и я. На меня получали. И то, что отец приносил раз в неделю, паёк. Миллион двести тысяч. Какой город ещё потерял столько жителей за неполные три года? От голода люди таяли буквально на глазах. Израненный город, тем не менее, жил и сражался. 900 дней мужества. Это фотолетопись блокадного Ленинграда. Здесь и артиллеристы-зенитчики. Здесь и дорога жизни. Умирающие дети и ленинградцы от голода. Здесь и арастат перед Исаакиевским собором. Больше ста экспонатов. Документы, фотографии военкоров и военной редакции ТАСС. Из фондов Музея Победы на Поклонной горе и частных коллекций. Выставка проходит в рамках масштабного федерального проекта «Территория Победы», который в 2017 году стартовал по всей России. Наш город в снег до пояса закопан. И если с крыш на город посмотреть, то улицы похожи на окопы, в которых побывать успела смерть. Автор этих строк Юрий Воронов тоже пережил блокаду. Отрывочными воспоминаниями о своей войне со школьниками делится и Валентина Попова. Совершить экскурсию в блокадный Ленинград смогут жители всего региона. До конца февраля выставка будет открыта в Краевеческом музее. Затем экспозиция отправится по муниципальным музеям области. Елена Почкарёва, Максим Кузнецов. События. Брянск.